Эфир Абхазского телевидения продолжает Русская служба новостей. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok В республику прибыла вторая партия гуманитарной помощи для лечебно-профилактических и социально-ориентированных учреждений страны от детского фонда ЮНИСЕФ в Абхазии. Если первая партия средств индивидуальной защиты была поставлена в городские районы и детские поликлиники, а также родильные дома и отделения, то вторая поставка была осуществлена в родильное отделение республиканской больницы, центральную Гудаутскую районную больницу и в районные санэпидстанции. Репортаж Гугуцы, Вардания. Субтитры создавал DimaTorzok Мы попросили собрать медпунктов из 17 СЕО, скажем так, их намного больше в Гудаутском районе. Мы, чтобы не продублировать помощь, выделили именно те медпункты, куда еще помощь не доходила. Передача средств индивидуальной защиты проходила на территории Гудаутской санэпидемстанции, сотрудники которой сейчас также работают в усиленном режиме. Мы работаем в тесном контакте, проводим там, значит, и вакцинацию проводим среди населения. А сейчас, в данный момент, связанное с ковидом, мы получаем от них гуманитарную груз, гуманитарную помощь по средствам индивидуальной защиты, как мы называем СИЗ. Это, конечно, большая помощь, потому что вы знаете, что у нас это все не производится. Они нам сюда поставляют те, которые соответствуют стандартам ВОЗовским. И мы сейчас, на сегодняшний день, это все мы раздали, пригласили всех, наши медработники. Очень серьезно ко всему к этому относятся, мы всем раздали. Помимо медицинских учреждений, средства защиты были переданы и в организации социальной сферы, включая районные отделения службы социальной поддержки детей и семей, а также благотворительные организации, центры развития ребенка, осуществляющие адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья в городах Туарчал, Гала, Чемчира, Гудаута. Кроме того, при поддержке детского фонда ЮНИСЕФ с июня по август в Абхазии были проведены тренинги для медицинского персонала по профилактике инфекций и инфекционному контролю, а также грамотному использованию средств индивидуальной защиты. Кугуца Вардания, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. И в продолжение темы. Новую партию средств индивидуальной защиты для медработников, а также сопутствующих товаров на общую сумму 26 200 долларов, доставила в Гудаутскую больницу и программа развития ООН. В поставку вошли 2000 биозащитных комбинезонов, 1440 респираторных масок, 20 инфракрасных термометров, 10 тысяч нейтриловых перчаток, 4000 бахил, 300 литров дезинфицирующего средства для рук, 250 литров дезинфектанта, 10 дезинфицирующих ковриков и 250 литров антибактериального мыла для рук. Начало учебного года Санэпидслужба Абхазии разработала рекомендации для учебных заведений страны по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции. Эти правила и стали предметом обсуждения на совещании, которое провел министр просвещения языковой политики Нал Габлия с директорами столичных школ. Все подробности в репортаже Эсма Голанзея. К началу учебного года СС Абхазии разработала предписание для школ. Врачи рассчитывают, что соблюдение этих рекомендаций должно помочь избежать появления и распространения коронавируса в школах республики. Одно из основных предписаний – разгрузка школ и снижение количества учащихся в классах до 18-20 человек. Сегодня в некоторых столичных школах количество детей значительно превышено. Как отметила начальник управления образования администрации города Сухума Станте Таркил, около 20% от общего числа школьников не являются жителями столицы. По ее мнению, один из путей выхода – учеба в две смены. При этом Станте Таркил добавила, что некоторые столичные школы и раньше работали по сменам. Родители прямо настойчиво говорят, что мы не против школы и говорят, что мы с удовольствием знаем, что образование одинаковое по государству, по республике. Исходя из этого, если мы создадим им материально-техническую базу, я думаю, что мы можем разгрузить свои школы. По мнению министра просвещения и языковой политики, школы необходимо разгрузить, отправив часть детей обучаться по месту жительства. Иннал Габли отметил, что, несмотря на все сложности, первостепенным является здоровье учащихся. Продолжение следует... На совещании присутствовали директора первой, второй, третьей, четвертой и десятой столичных школ. Каждая озвучил причины большой наполняемости класса в их учебных заведениях. К примеру, вторая и третья школы обслуживают большие районы. У нас четыре класса, на данный момент 37 максимум. И самое меньшее 25-26. Зачисление детей в первый класс у нас таково, что родители хотят попасть именно, вот первый фактор, во вторую школу, второе, именно конкретному педагогу. Очень много детей, которые... Родители носители абхазского языка, а дети не могут говорить на абхазском языке. На вопрос Инала Габлия. Если министерство издаст распоряжение о том, чтобы не принимать в русскую школу детей из абхазских семей, Ирина Павирскер ответила. Это поможет, очень поможет. И второй вопрос, ну тогда мы загрузим те абхазские школы, которые и так загружены, они находятся в центре города. Давайте пойдем один из родителей, если не абхазской национальной. Тогда-то смешанные семьи. Далее место жительства. Когда мы озвучиваем, что мы будем принимать только братьев и сестер тех детей, которые из одной семьи учатся у нас в школе, и по месту жительства. Справки принесут все. Абсолютно. Я в этом уверена. На совещании обсудили еще одно предписание СЭС. В частности, эпидемиологи настоятельно рекомендуют установить возрастной ценз для учителей до 65 лет. По словам Инала Габлия, если заменить опытного учителя нет возможности, тогда он должен пользоваться всеми защитными средствами. Также СЭС рекомендует на всех входах в школу проверять температуру и дезинфицировать руки. Подводя итоги встречи, министр просвещения языковой политики обратился к родителям, которые приезжают в Сухум из других районов, с просьбой перевести школьников на учебу по месту жительства. Чтобы не переполнять классы и не подвергать неоправданному риску своих детей. Эсма Голанзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с председателем Государственного таможенного комитета Гурамом Инапшба, сообщает пресс-служба Кабмина. В ходе совещания председатель комитета привел данные внешнеэкономической деятельности за 7 месяцев, а также суммы бюджетных начислений по разным видам таможенных платежей. Так, товарооборот за 7 месяцев 2020 года на 2 миллиарда меньше плановых цифр. Однако, фактически экспорт и импорт на уровне аналогичного периода 2019 года. Что касается таможенных платежей, осуществляемых при импорте и экспорте, то за 7 месяцев текущего года общая сумма начислений составила 938 миллионов рублей, при плане 1 миллиард 107 миллионов рублей. В завершении встреч Александр Анкваб и Гурамын Абшба обсудили вопросы импортного и экспортного оформления товаров, формат работы таможенных брокерских компаний, их тарифную политику и другие. Вице-премьер, министр экономики Кристина Узган и генеральный директор Черноморэнерго Михаил Логуа совместно с рабочей группой специалистов из России посетили силовой узел Ингургес. Как известно, в феврале 2021 года на время проведения ремонтных мероприятий в диверевационном тоннеле Ингургес планируется остановка работы всего энергетического комплекса. Для обеспечения населения Абхазии на этот период электроэнергии правительство республики прорабатывает с российскими коллегами вопрос обеспечения перетока. В рамках данного вопроса для изучения состояния объектов энергетического комплекса республики в Абхазию и прибыла рабочая группа экспертов, которые, в частности, 18 августа посетили Ингургес. По результатам их работы будут подготовлены предложения по определению технических схем поставок электроэнергии из России. В принципе, ситуация с дефицитом для Абхазии, она не новая. У нас практически в протяжении нескольких лет образовывается дефицит. И фактически уже в текущем году, возможно, мы также ожидаем дефицит. И в целях решения всего комплекса вопросов мы решили ознакомиться с этой ситуацией на месяц, для того, чтобы более актуальны были наши выводы при принятии решения. В рамках работы рабочей группы из Российской Федерации, в рамках нашей совместной работы, мы сегодня прибыли на Ингургес. Это объект нашей энергосистемы, который мы хотели сегодня посмотреть, ознакомиться с его работой. Кроме того, с нами здесь присутствует руководитель делегации российской рабочей группы, где мы будем совместно рассматривать технические возможности, связанные с необходимостью перетока. Станция работает, в настоящий момент держит 800 мегаватт. Уже начинается, к сожалению, маловодие, и постепенно вмещаются нагрузки на ГЭС. Сопланированы очень и объемные работы. Будет привлечено одновременно около 350 человек. И мы надеемся, что после этого ремонта мы сократим потери воды из туннеля примерно на 150 миллионов киловатт часов. Это будет с большим достижением, но главное здесь – безопасность туннеля. Вообще-то по проекту была задумана остановка каждые 5 лет один раз. Себе осмотра и случайно дубности ремонта. Последний раз мы ремонтировали туннель в 2006 году. В Цхинвале произошло покушение на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Вечером 17 августа неизвестные обстреляли его служебную машину. Автомобиль был обстрелян в центре Цхинвала, когда министр ехал домой. Никто не пострадал. По данному факту Генпрокуратура Республики возбудила уголовное дело. В следственном направлении Генпрокуратуры Республики Южной Осетии возбудило уголовное дело по факту покушения на главу Министерства внутренних дел Республики Южной Осетии Игоря Наниева. Инцидент произошел в промежутке с 22 часов по 22 часа 30 минут 17 августа 2020 года. Возбуждено уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса РФ посягательству на жизнь государственного деятеля и статье 222 Уголовного кодекса РФ незаконное приобретение, хранение, передача, сбых, оружие и боеприпасов. С места происшествия изъяты две стрелянные гильзы. Министр по чрезвычайным случаям Абхазия Левквициня посетил высокогорное село Аибгагагасского района. Глава ведомства встретился с местными жителями и обсудил с ними вопросы, связанные с обеспечением безопасности населения и оказанием помощи в чрезвычайных ситуациях. В рамках поездки был осуществлен мониторинг дороги, ведущей к селу, а также была определена площадка для посадки вертолета в случае экстренной необходимости, что особенно важно в зимний период. Как говорят местные жители, практически ежегодно непогода приводит к обвалу и камнепадам на некоторых участках горной дороги, ведущей от республиканской трассы к селу. Тем самым и жители села фактически отрезаны от остальной части республики. Подобные встречи с жителями села Аибга глава МЧС проводит не впервые. Левквициня находится на постоянной связи с главой местной администрации. Сейчас в нашем выпуске время оперативной сводки Министерства внутренних дел. Незаконный ввод в Республику Абхазии наркотического вещества в особо крупном размере выявлен сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии. А именно, в результате проведенных оперативных мероприятий после переезда от таможенной зоны КПП ПСО задержан водитель автомобиля «Форд Транзит» ВОЗБА Тимур Аксентьевич, 1975 года рождения. В ходе обследования автотранспортного средства гражданина ВОЗБА в багажном отделении обнаружена картонная коробка со светодиодными плафонами. Вскрыв и исследовав каждую упаковку, сотрудники наркоконтроля в двух из имеющихся восьми светильников изъяли полиэтиленовые свертки с белым порошкообразным веществом. В экспертно-криминалистическом центре МВД установлено, что изъятое сотрудниками милиции в автомобиле гражданина ВОЗБА вещество является наркотическим средством метадон. Тимур ВОЗБА вменяется незаконные приобретения, перевозка, хранение, а также незаконный воз на территорию Республики Абхазии наркотического вещества в особо крупном размере. В отношении последнего транспортной прокуратуры Республики Абхазия возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 223 и пункта Б части 3 ст. 224 Прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия. ВОЗБА во дворю в изолятор временного содержания. Преступления имущественного характера по горячим следам раскрыли сотрудники уголовного розыска. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в краже Сангулия Рустам Гурамович 1990 года рождения. При осмотре автомобиля, в котором следовал данный гражданин, сотрудниками милиции обнаружены и изъяты предметы, похищенные у жителя города Чемчира. По факту кражи в отношении Рустама Сангулия возбуждено уголовное дело. Последний с целью хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем свободного доступа незаконно проник в домовладение потерпевшего, откуда тайно похитил имущество на общую сумму порядка 140 тысяч рублей и с места преступления скрылся. В результате незамедлительно принятых оперативных мер задержали злоумышленника на посту Гаима Чара сотрудники управления уголовного розыска МВД совместно с оперативным отделом Гулы Рыбшского РОВД. Перевозимое чужое имущество изъято. Это похищенная бытовая и компьютерная техника, а также строительные инструменты и материалы. Гражданин Сангулия водворен в изолятор временного содержания. Последнему вменяется преступление, предусмотренное частью 3 ст. 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Уголовное дело расследует следственная группа отдела внутренних дел Ачимчирского района. Созданный в 2011 году проект «Горная Абхазия» прошел финал премии «Звезда под рюкзаком» в номинациях «Этномедиа» и «Антиселфи». В номинацию «Этномедиа» попадают проекты, посвященные жизни, истории, культуре одного или нескольких этносов, а в «Антиселфи» проекты, посвященные ликвидации туристической, экологической или географической безграмотности. Премия «Звезда под рюкзаком» вручается за развитие активного туризма среди авторов-путешественников. Цель премии – признать вклад тревел-блогеров, путешественников, документалистов и социальных проектов в области активного туризма и отметить авторов, которые нашли аудиторию в социальных сетях и вдохновили тысячи людей. Если не изменить свою жизнь, то взглянуть на нее под другим углом. 24 августа в Абхазской государственной филармонии при поддержке Министерства культуры состоится концерт фортепианного дуэта заслуженной артистки Абхазии Нинельбжани и Гулизы Авицбапиано-Дуу в сопровождении государственного камерного оркестра под руководством главного дирижера заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна. Концерт посвящен Дню международного признания независимости Республики Абхазия. В рамках программы зрители услышат в живом исполнении произведения выдающихся зарубежных абхазских и русских композиторов. Начало концерта в 19 часов. А 25 августа в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоится вечер классической музыки с участием студента Московской государственной консерватории имени Чайковского Бараса Куджба и актеров театра. Концерт также начнется в 19 часов. Сейчас о погоде. По сообщению гидромедцентра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздухоночью плюс 17-22, днем 26-31. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!